Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине Сегодня 3 августа 2024 год Не забудьте, Киев за 3 дня Ну это же естественно, да? Куда же? Значит, давайте сразу по ситуации в Донецкой области Вот этот промежуток между Торецк и Углидар Там, наверное, километров 50, вряд ли больше Это единственное место, где Рашисты действительно имеют возможность проводить свои атаки, как я говорил, у них фактически остался вот этот, из всего участка фронта, гигантского, в тысячу километров Помните? Они раньше атаковали И в Запорожской области, и там в Херсонской крынке атаковали В Луганской области активно шли вперед, причем сразу на многих участках. Ну и Донецкая Там фронт был тоже гораздо шире, чем сегодня. Сегодня осталось 50 километров, на которых есть 4, скажем так 4 узла Которые они в состоянии атаковать Вот это все Вот это вся великая, великая, могучая армия О чем идет речь? Торецк Потом дальше идет Селидова с направлением на Покровск В Селидово увязли, под Торецком увязли А, ну Часовьяры, естественно, тоже увязли Что еще? Курахова Сумасшедшие шли атаки Кстати, вот в отличие от того же самого Селидова Почему-то они стали использовать танки и БТРы Ну на БТР ходить в атаку такое себе удовольствие Но тем не менее, видимо из-за отсутствия БМП Входят, ходили в атаку Все им пожгли В Курахова Вот, ну и Угледар, понятное дело Тоже пытались штурмовать в лоб Опять-таки на легкой броне Сожгли им тоже эту броню Вот, бои продолжаются по сей момент Бои тяжелые Но, вы поймите правильно, что Ну наши же все это дело видят Это все видят Как говорится, действия противника Понятны и предсказуемы Вот, поэтому О каком-то там прорыве речь не идет Произошло то, о чем я вам говорил Может 10 дней назад, 2 недели назад Когда все ойкали, айкали, уйкали По поводу того, что Завтра возьмут Покровск, послезавтра пойдут на Днепр Ну что, взяли? Ну что, пошли? Вот и я об этом Как взяли, так и пошли Только не в ту сторону Командование все прекрасно видит Да, были там негаразды С взаимодействиями между бригадой Да, были ложные доклады Было? Было, да Но сейчас немножечко это все дело устаканили Навели дисциплину Как говорится Поставили подкрепление туда И немножечко это все дело поправилось Я не могу сказать, что расистов восстановили полностью Но, во всяком случае Ни о каком прорыве, конечно же, речь больше не идет Где-то, конечно, еще будем отступать Где-то придется выравнивать участки фронта Но это все, скажем так, на тактическом уровне И, ну, точно так же, как вот они сейчас отступают В Курской народной Даже в Курской народной они сейчас отступают больше Потому что вот там только за последние дни наши взяли 6-7 населенных пунктов Где-то так Так что вот так За вчерашние сутки переходим Пять таких потерям Было у Кондропуплина Отправлено курсом русского военного корабля На палубу крейсера Москва Который теперь больше похож на подводную лодку Ростов-на-Дне 1360 вооруженных путинских федерастов И общее количество путинских боевиков Которые пришли в Украину убивать женщин и детей Но что-то у них в этом плане пошло не так Составляет на настоящий момент рекордные 618 960 голов Вчера было отправлено в металлолом, в утиль сырье 10 путинских танков Всего с начала российско-фашистского вторжения 8611 Только вдумайтесь в эти цифры Это гигантские цифры Учитывая то, что на начало войны У Путина было порядка 20 тысяч танков Но из них, там живых было тогда Может 3-4 тысячи Остальное это хранение Долгое хранение Вот они их сейчас восстанавливают Ну, сами понимаете Как они их восстанавливают Чем они их восстанавливают В каком это все виде Ну, на один бой этого танка, конечно, хватает Может на два боя Потом он либо заглохнет Либо его взорвут, скорее всего Вот так оно и работает И вот большую часть, скажем так Ремонтопригодных танков Которые там на складах стояли На протяжении где-то от 40 и до 70 лет Вдумайтесь в цифры Ну, пускай даже так От 15 и до 70 лет Это все уже использовано Сейчас используют то, что сильно сгнило Сильно-сильно, да То же самое касается БМП, БТР То есть легкой брони Которой за вчерашний день Нащелкали 35 единиц Вот Всего 16 821 штука Ну, на этих БМП Они как на маршрутках едут в последний путь К линии фронта Где их утилизируют 18 артиллерийских систем За вчерашний день Всего 17 664 Я, кстати, взял интересно У Асинтеров Посмотрел Список потерь расистов По-моему, не за вчерашнее число А за второе посмотрел Значит, там она такая колонна Высоченная Просто огромная колонна Там не только расисты, кстати Там и наши Так, чтобы вы поняли Значит, расистская часть колонны Составляет где-то вот столько Она не вмещается на лист А4 Она гигантская Она в одну колонну Там просто Это только техника Не без личного состава И только то, что есть на фото-видео-материалах Да Если там просто это идет По докладу Что мы спалили танк Нет, там такого нет Пожалуйста, фото и видео Вот Только такое То есть это То, что есть на самом деле Без всяких вариантов Конечно же, на самом деле больше Так вот Еще раз говорю Рашистские потери вот такой высоты Наши вот такой Ну, так, чтобы понимать Да, соотношение этого Они тупо ходят На убой все, что есть Потому что Гитлер сказал Захватить Донецкую область Ой, что он сказал? А, не-не Покровск он сейчас хочет Он уже Донецкую область Он уже не так скиглит А Покровск ему надо К 1 октября И он сейчас готов там положить Чуть не всю страну чмобиков Вот это все положить Чтобы только доложить Гитлеровцам своим Что значит Все захватили Все так вот Как фюрер приказал Да За вчерашний день Было уничтожено 36 российско-фашистских дронов Различных типов Как шахедов Так и там много было Не шахедов А разведывательных Типа Зала, шмала, колбаса И все вот это С ними 14 573 С начала российско-фашистского вторжения А также Вчера был урожай Единая ракета Опять-таки Они плюются ракетами Беспрерывно 21 крылатая ракета Что дает нам 2578 С начала российского вторжения Но знаем, что иранцы Готовятся им поставить Баллистические ракеты То есть У Гемпеля У них будет больше Интересно С точки зрения Наших дорогих партнеров Баллистические ракеты Из Ирана Это уже Как они там это Называют Эскалация Или нет Или это еще не эскалация Хорошие вопросы Иранцы ж Не ограничивают Россию Да В использовании этих ракет По отдельным регионам Да Американцы 47 грузовиков За вчерашний день Было уничтожено Различных типов Ну там Буханки в основном Летят под нож 23 972 всего И 9 единиц спецтехники Напомню Это как тяжелая инженерная техника Так и Различного рода РЭБы РЛС Ну тяжелая инженерная техника Это та Которая в том числе Используется При строительстве их Скажите мне Мостов Ну не мосты А там это переправы Эти временные За вчерашний день У Кондропуп Или еще две переправы Ну сегодня Может и опять навели Их опять у Кондропуп Я имею ввиду Решку Сея Курской народной республики Таким образом Мы прекрасно видим Что Путинская армия Пришла знаете К такому уже К экстенсивному Ведению хозяйства То есть в шель А не А не вглубь Да То есть О какой-то там Механизации О каких-то Высоких технологиях Уже речь Техника Бронетехника Нет Речь об этом не идет Тупое использование Пушечного мяса Которое гонят на убой Это не потому Что там Путин решил Вот такую модель Избрать Тупо не хватает Бронетехники Не хватает ничего Ну а чмобиков Пока что хватает Ну Исправляем Субтитры создавал DimaTorzok